Привет, ребята, привет, княжницы, привет, милые дамы, большущих всем приветища! Сегодня мы с вами, значит, будем готовить одно небольшое такое блюдо, значит, пока Катюха, значит, на огороде, ну, Катюха, там, кто не знает, Катюха, короче, моя Катюха, моя Катюха, родная, бесценная, любимая, думал, свет не подушел, подушел. Значит, пока Катюха у меня в огороде, значит, там хлопочет, сажает, копает, там, чинит, там, ну, короче, все, поняли, занимается сельхозхозяйством, я, значит, буду сейчас, короче, воротить, ну, чисто сам себе, чисто сам себе вам говорю, великолепное такое блюдо, мужское, я бы даже больше сказал, короче, чтобы можно было нажраться, ну, не то, чтобы нажраться, чтобы можно, короче, было хорошо перекусить. Я, кстати, ведь скоро в ферме, скоро в дом переезжаю, ну, я сейчас вам расскажу, вот, значит, масло накаляю, тут, значит, сейчас в двух словах, потом расскажу про дом. Морковку натер на этой, морковка по-корейски, значит, кусок мяса у меня, две луковицы, все очень просто, все очень просто, но между, вместе с тем, предельно, предельно просто и вкусно и великолепно. Значит, ребятушки, сейчас пониже чуть камеру, тут видно хоть, блин, тут видно меня, не видно, ну, да ладно, значит, первым делом, первым делом самолеты, нет, первым делом девушки, конечно, девушки, женщины, дамы и все прочее. Значит, нарежем, значит, мясо, сейчас мы сначала с вами, вот так вот, во, 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 как видно, да, великолепно. Значит, нарежем мясо, мясо будем резать такими большими кусками, это, потому что в этом блюде оно используется, нужны нам большие кусочки. Так, значит, такой вот, тут, знаете, имеется немножко прослоек жира, но его вообще очень мало. В целом, это такой диетический правильный кусочек мяса. Это у нас свинина, значит, все, моментально готовится, вытираем руки. Ничего у нас с вами не должно быть в жиру, все должно быть в чистоте, в порядке. Значит, будем сейчас с вами обжаривать его. Мясо, ой, мясо, сковорода очень сильно раскалена. Сейчас попробую один кусок сейчас кинуть. О, кусается. О, нормально, я думаю, будет сильнее брызвать. Не, нормально. Катюхи, короче, Катюх, ты если смотришь, тебе не особо много придется мыть эту печку. Катюх, особо не разбрызгается. Все, мясо, значит, положили. Значит, следующим этапом нарежу прям сразу лук. Лук, значит, нарежу. Вместе с тем, я всем, короче, расскажу, расскажу. Ребятки, я, значит, без пяти минут, как бы уже фермер. Ну, как фермер. Короче, переезжаем, переезжаем к деревню мы с Катюхой. Пожить там, вот знаете, на город там. Короче, 7 соток. 7 соток земли у нас в наших областях, где продается, знаете, дома, ну, такие деревенские. Там, как правило, очень много огородов. И огороды, какие я смотрю объявления, я уже одно посмотрел. Кто не знает, может, на канал перейти посмотреть, как мы дом смотрели там. Ну, или еще пока такая предверсия была. А вот сейчас, знаете, как бы я планировал, планировал загрузить видос. Мы хотели с Катюхой в ближайшие дни поехать. Но вот ближайшие такие были выходные. Первый, первый май, там, второго, не помню, какого числа. Но дело в том, что я на машине себе пробил колесо. Я пробил колесо, и поехать не удалось. Поэтому в ближайшие дни, опять же, не загадывая, не загадывая, по этой жизни, ребята, уж ничего, боюсь уж что-либо загадывать. Ничего загадывать нельзя. Я, мы, короче, сейчас, значит, резину заказал. Резина, она просто на заказ приходит. Надо немножко подождать. И только я ее себе усыновлю, мы поедем вновь. Я нашел несколько великолепных вариантов. Вы знаете, ну, то есть дом старый, старье, как в одном случае. Но природа, матушка, прямо на берегу реки. Прямо буду с огорода, прямо чуть ли не удочку закидывать там, да. И леса рядом и все дела. Второй вариант более получше там дом. Но при всем при этом, цена уже дороже, естественно, дороже. Прямо вообще намного дороже, в разы. Там уже в доме все есть. И вообще, знаете, за то, что за такой вариант, даже, может быть, за более простой, чтобы в доме ни газа не было, ни как бы, ну, на хрена все это надо. Знаете, печка есть своя свойства. Вот русская печь. В русской печи я смогу и наварить всего, и она обогреет. Земля, если есть, будет 7 соток. И картохи насажать и туда, и сюда. И животных заведу. Таких еще пока не знаю. Ну, там, знаете, может, какие-то курей, поросят, как бы это, быка. Я еще пока этот момент не решил. Но это будем с вами по ходу, по ходу пьесы разбираться. Но дело в том, что скотину заведу. Заведу, да. И, знаете, как, я понимаю, как бы, может быть, конечно, кажется, что это все легко. Но я вот думаю, что переехав из города в деревню, как бы, наоборот, знаете, как бы, с таким, ну, вот, у меня прям рассуждение в голове, что, типа, все получится просто великолепно, опять с плюсом. Ну, посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Значит, смотрите, тут, значит, у нас мясо, вон, нормалек уже, начинает жариваться. Обжариваем его двух сторон. Это у нас все уже готово. Готово. Это основное, основной ингредиент. Вместе с тем, получится просто великолепно. Кстати, надо еще, знаете, что достать? Я их достану. Сейчас, секунду, мерейте. Я забыл достать томатик. Нам нужен томатик. У меня вот есть томатная паста. В принципе, разницы особо некую нету. Пойдет томатная паста, пойдет. Я все приготовил. Это очень вкусно получилось. Я, правда, блин, на голове вообще отбежал, пока готовилось. Ну, потому что смысл все время стоять на кухне, если засыпал все ингредиенты, и там все готовится. Я, короче, как вам сказал, зажарил мясо. Потом сюда, вот, значит, вон, смотрите, наше блюдо. Значит, потом туда я бросил лук. Бросил морковку. Прям сразу, одновременно бросил. Добавил томатные пасты. Ну, посолил, поперчил. Вот. Вот, очень прям такая, знаете, мягкая штукенция получается. Очень такая она сочная. Мясо прям получается из-за того, что я так прям подзажарил его. Блин, я его взять, ребят, не могу подхватить. Сейчас подхватим. Так. Ай, блин, ай. Блин, ладно, короче, мясо я не могу это достать. Сейчас мы вилки вот спанем. Но говорю, мясо получилось зажаренное со всех сторон. Прям подзолотилось, сочное внутри. Значит, во, чтобы не уронить. Вот такое вот мясо. Во, великолепное. Великолепное, как я считаю, ребята. Поэтому готовим, готовим. Подписываемся на Егора Палыча Княжина. Ставим лайкосики. Пишем комментарии. Подписочка, отписочка. Ну, все, как обычно. В общем, все, как вы любите, все, как вы желаете. Увидимся с вами очень скоро. Уже очень скоро. Впереди у нас выходные. Значит, будем с вами ездить до мая, смотреть, искать. Значит, подписываемся. Подписываемся еще раз. Всем пока.